Стоп! Снято! Эта команда уже прозвучала на съемках фильма о Михаиле Сейспеле. Последняя декорация Сейспеля! Какой-то благоволил, а вдохновение не покидало. Даже во время съемок самых тяжелых художественных сцен о том периоде в жизни Сейспеля, когда сам он писал «Такая тоска, ни одного человека, близкого, родного. Я мечтатель, идеалист, растяпа. Теперь не живу так себе». Совсем недавно Сейспель, председатель рефтрибунала, подснежник, твердой рукой направляющий карающий меч пролетариата, сам оказывается по ту сторону закона. Значит, станьте, пожалуйста, заберите фуражку на голову. Кстати, роль следователя исполнил непрофессиональный актер, чебоксарцам больше известный как директор музея Чапаева и руководитель клуба реконструкторов Денис Ситрайкин. В этих локациях мало кто узнает чебоксарский ликероводочный завод с его исторической кирпичной кладкой. Место вообще примечательное. Именно в подвалах этого здания председатель рефтрибунала Сейспель, обвиненный в организации поджога Дома юстиции, провел несколько месяцев. Под тюремную камеру после долгих поисков подходящего интерьера приспособили бункер гостеля радиокомпании «Чувашия». В идеальной пропорции мрачный и апокрифичный. Мастерство чувашских актеров искренне радует съемочную группу. Детей из театральной студии «Ван Гогов» только гаджеты в руках иногда вырывают из органики роли. Но это за кадром. С артистом из Чувашского драматического театра, выпускником знаменитого набора «Вщепку» Сергеем Ивановым не требуются даже дубли. Впрочем, сам он простой работу в кино точно не считает. Тут уже как поставлено не сыграешь. Тут настоящие эмоции нужны. Хотя и в театре настоящие эмоции. Но тут совсем с крупного плана снимают. Ты должен в эту минуту, в эту секунду показать, что ты настоящий. В последний день своей жизни Сеспель, впрочем, к тому времени он уже не раз подписывается псевдонимом «Забытый», уходит на работу босой, взяв с собой один ломоть хлеба. Чувашский первоцвет, мечтатель, идеалист и, конечно же, немного растяпа. Он не дошел даже до середины своего жизненного пути. Но это вовсе не означает, что в финале стоит точка. Я думаю, что пока фильм не будет смонтирован, я не смогу ответить на вопрос, каким это будет. Единственное, что хотелось бы мне, чтобы Сеспель был показан поэтом. Именно поэтом. Не трибунам, не революционерам. Чтобы это был человек, наполненный жизненной энергией, которая дает ему путь к осуществлению мечты о свободе Чуваши. Надеюсь, что зрители пройдут с нами этот путь. Пройти этот путь зрители смогут уже в этом году. Премьера анонсирована на декабрь в эфирах федеральных и региональных телеканалов. Валентина Поливцева, Сергей Лобода с последней... Ах, нет, с крайней локацией.